На Ямале продолжается региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Сегодня старшеклассники выполняли задания по русскому языку. В Лабытнангах проверить свои знания великого и могучего пришло всего два человека. Максим Швец продолжит тему. Сегодня проходит региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку. На его проведение отводится ровно четыре часа. За это время школьники должны решить десять заданий. Причем сами задания до последнего находятся в опечатанном конверте и скрываются в присутствии учащихся, наблюдателей и независимых экспертов. Анна Казарова учится в 11 классе третьей школы. Будущая выпускница признается, что для нее участие в Олимпиаде – это не только проверка собственных знаний. Во-первых, это при поступлении может помочь. Как бы важно. Ну, так просто. Конечно, я испытываю волнение. Мне к экзамену надо готовиться и к Олимпиаде надо готовиться. Защищать честь города. Конечно же, я волнуюсь. После того, как участники Олимпиады получили задание, начинается отчет времени. В аудитории запрещено пользоваться сотовыми телефонами, разговаривать, а также выходить из кабинета. По-моему, это первый раз такое сделано, что должен находиться человек, преподаватель, относящийся к педагогическому, скажем так, сообществу, но не имеющий отношения к русскому языку, к той Олимпиаде, которая проходит сейчас к этому предмету. Вот я являюсь независимым экспертом. Я должна посмотреть, соблюдаются ли все требования, правильно ли оформлены документы, и вот такие вот вопросы, и заполнить, естественно, таблицу по этому поводу, расписаться. То есть я не полная ответственность за то, что я делаю сегодня. И вот ровно четыре часа спустя участники завершили выполнение Олимпиадных заданий. Ученица девятого класса школы номер три Евгения Белоусова говорит, что для нее время пролетело незаметно. Вопросы интересные, есть что рассказать, есть что написать. Четырех часов для этого мало, как всегда, но я старалась успеть. Я посмотрю на ошибки. Если что-то суперпростое, я расстроюсь. Если что-то сложное, то ничего страшного. Результаты регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку будут известны 27 января. Но Евгения узнает о них, находясь в ноябрьске, на очередной Олимпиаде по биологии. Лабутнанские школьники в этом году станут участниками Олимпиадных испытаний по 21 предмету. Мы надеемся на результаты по технологии, мы надеемся на результаты по обществознанию, географии, русский язык, биологии, информатика и немецкий язык. Вот это наши предметы, я думаю, что мы победим. По завершению всех испытаний, а последняя Олимпиада пройдет 7 февраля, станет известно, сколько лабутнанских школьников будет защищать не только честь города, но и округа на всероссийском этапе. Максим Швец, Григорий Волков, программа «Время местное».